С новым предновогодним утром вас, дорогие друзья! Ну а с вами Олег Великий и Айгуль Туружбаева. Доброе утро, дорогие друзья! Скорее просыпайтесь и проведите это утро вместе с нами. Ну а мы в ближайшее время покажем и расскажем, как же приготовить очень вкусный завтрак. Ну а также вас очень много интересного ждет впереди. Так что не переключайтесь, будете с нами, будет интересно. На календаре 13 декабря, среда и до Нового года осталось совсем немного. Всего 19 дней. Да, несомненно, время летит. И вот поэтому, дорогие друзья, именно сегодня прикупите интересные и вкусные подарки. Да, согласен с тобой, Айгуль. Лучше все распланировать и встретить новый 2018-й не спеша. Да, это точно. Ну а также нам, девушкам, необходимо позаботиться заранее о своей фигуре. И вот поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас вас ожидает долгожданная разминка. Доброе утро, друзья! Всем хорошего дня и отличного настроения. Я надеюсь, ваш Новый год начался на ура. Так. И, конечно же, нужно обязательно заняться утренней разминкой. Вытягиваем ножки на ковре. Делаем глубокий вдох. И на выдохе потяните за руками вперед. Старайтесь, чтобы ваши ножки не сгибались в коленях. Десять. Девять. На каждом выдохе пробуйте опуститься чуть ниже. Восемь. Семь. Шесть. Спинка ровно. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаемся. Отлично. Сгибаем правую ножку в колено. Опускаем колено на ковре. Продолжаем вытягиваться за руками вперед. Делаем глубокий вдох и на выдохе опускаем корпус вниз. Десять. Девять. Восемь. Очень важно расслабиться. Делать глубокие вдохи и спокойные выдохи. Три. Два. Один. Медленно возвращаемся. Вытягиваем правую ножку. Левую. Сгибаем и вытягиваемся за руками вперед. Ровная спинка. Вдох. И на выдохе потянитесь как можно глубже. Стараемся прямую ножку не сгибать в колено. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Две ножки сгибаем в коленях. Стопа к стопе. Стараемся коленочки опустить как можно глубже на коврик. Делаем глубокий вдох и на выдохе постарайтесь потянуться вниз. Приятное вытяжение. Вдох и выдох. Возвращаемся в исходное положение. Вытягиваем ножки на коврик. Раскрываем ножки в стороны. Делаем глубокий вдох и на выдохе опускаемся за руками вперед. Вдох и выдох. Четыре. Три. Два. Один. Аккуратно поднимаемся. Ножки вместе. Правую ножку ставим за левое колено. Левой рукой беремся за правое колено и ровно два плечика скручиваем. Отлично. Меняем. Очень важно держать спинку ровной. Вдох и выдох. Отлично. Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох и вдох. Всем отличного дня. Пока-пока. В преддверии долгожданного Нового года, несомненно, хочется чего-нибудь сладенького или вкусного. Да, это на шагуле, я думаю, что отличным вариантом будет десерт парфе, который очень вкусный и достаточно нежный. Ну что ж, дорогие друзья, смотрим на экран. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И для кого не секрет, что некоторые изделия притягивают к себе внимание лишь благодаря материалу, из которого они сделаны. Ну, к примеру, возьмем бархат. Да, эта ткань издавна ценилась в аристократическом обществе. Ну, а также хочу отметить, что любая девушка-женщина в данном наряде превращается в королеву вечера. Бархат – это ткань, имеющая достаточно плотный вертикальный ворс короткой длины на лицевой стороне. Также сюда добавлена основа, выполненная из натурального шелка или синтетических волокон. Какими же свойствами обладает бархат, если все же бархат произведен из шелковых волокон, то такой материал имеет массу достоинств. К ним относится тот факт, что бархатные вещи способны сохранять свои свойства в течение многих лет. Также бархат может впитывать много влаги, но сохнет он немного дольше. Немногим дольше, чем шелк. Помимо этого, эксперты выделяют следующие позитивные характеристики описываемой ткани. Не вызывает аллергических реакций, также не теряет первоначальный внешний вид. После долгой эксплуатации не электризуется и не притягивает к себе пыль. Имеет красивый внешний вид за счет перелива волокон, который подходит для драпировок. Стоит отметить, что бархат – ткань, которую смело можно отправлять на стирку, так как она не дает усадки. Такая одежда прекрасно сохраняет тепло, практически не мнется и не требует постоянной глажки. Ткань позволяет проникать в воздуху, поэтому кожа свободно дышит. Принято считать, что исторической родиной бархата является Италия. В этой стране еще в 13-м столетии стартовало производство данного материала. Изначально стоимость его была настолько велика, что все прекрасно знали, что бархат – ткань, платья из которых шьются исключительно для знатных лиц. Даже сейчас из него изготавливают королевские мантии. Ну а прямо сейчас рубрика «Мир поэзии», где начинающий поэт Сергей Быков прочтет очень чувственное и интересное стихотворение. Доброе утро, дорогие уральцы! Сегодняшний ясный день напомнил мне стихотворение Бориса Пастернака, которое я хотел сегодня бы для вас прочитать. И я думаю, что это стихотворение, которое называется «Свидание», принесет вам сегодня радостные, теплые, дружеские встречи. Борис Пастернак «Свидание» Засыплет снег дороги, завалит скат и крыш, пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы и калош, ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья ограды уходят вдаль, во мглу, одна средь снегопада, стоишь ты на ветру. Течет вода с косынки, по рукаву в обшлаг, и капель керосинки сияют в волосах, и прядью белокурой озарены лицо, улыбка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой образ слажен из одного куска, как будто бы железом обмахнутым в сурьму тебя вели нарезом по сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерт, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы между нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас с тобой нет. Я желаю вам не терять своих любимых, помните их, и всегда звоните первыми, пишите первыми, и не бойтесь делать первый шаг. Счастья вам и любви! Айгульта, знаешь, вот многие говорят, что в замороженных овощах содержится меньше витаминов, чем в тех, которые мы приобретаем в супермаркетах или на других прилавках нашего города. И вот поэтому, дорогие друзья, мы и расскажем вам, почему все-таки стоит исключить из рациона продукты вне сезона и включить в свой рацион замороженные продукты. Изобретенная в начале прошлого века технология шоковой заморозки изменила не только индустрия мясных полуфабрикатов, но и позволила получать замороженные овощи принципиально иного качества, сохраняя их вкус и свойства практически в неизменном виде. В отличие от обычной холодильной камеры, требующей до 2-3 часов для заморозки, обдув потоком воздуха температурой минус 35 градусов по Цельсию обеспечивает замораживание продукта за 20-30 минут. Шоковая заморозка мешает кристаллизации льда, препятствует нарушению тканей продукта. Несмотря на то, что многие овощи перед заморозкой все же проходят термическую обработку, брокколи, стручковая фасоль и другие зеленые овощи обдаются кипятком и раствором аскорбиновой кислоты для сохранения цвета. Это мало влияет на их витаминный профиль. Лучшим способом восстановления замороженных овощей является приготовление в пароварке либо на пару в кастрюле со специальным поддоном. После 5-7 минут размораживания паром овощи обжариваются на небольшом количестве правильного масла. Как бы странно это ни звучало, но главным плюсом замороженных овощей является их более высокое качество. Продающиеся в супермаркете свежие овощи далеко не так свежи. Все мы знаем, какова на вкус привезенная с другого конца света клубника в декабре. Не лучше ли заморозить ее в июле и вкушать ее витамины перед Новым годом? В целом, хотелось бы отметить, что пакеты замороженных овощей в морозильнике и это отличный способ разнообразить рацион по доступной цене. Олег, а вот тебе известно, сколько человек употребляет сахара в год? Ты знаешь, Шайгуль, нет. Такой информации я не владею. Но зато я знаю, что родиной сахара считается Индия. Там этот продукт известен уже на протяжении, если я не ошибаюсь, двух с половиной тысяч лет. И вот именно оттуда сахар поставляли в другие европейские страны. Да, интересное у тебя познание. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы вам и подскажем, в чем же польза и вред сахара. В настоящее время производится сахар различных видов – пальмовый, тростниковый, свекольный, белый и коричневый. Немаловажная польза сахара заключается в его способности активизировать кровообращение в спинном и головном мозге. Среди ученых существует мнение, что несомненную пользу сахар приносит при заболеваниях селезенки и печени, так как глюкоза поддерживает барьерные функции печени, участвуя в синтезе глюкоруновых и парных серных кислот. Этот продукт опосредованно увеличивает выброс в мозге серотонина – гормона хорошего настроения. Сахар считается одним из главных источников углеводов для человеческого организма. К пользе сахара можно отнести то, что этот сладкий продукт насыщает наши мышцы необходимой энергии, устраняет головную боль, снимает утомляемость на короткий период времени. Говоря о вреде же сахара, следует помнить, что чрезмерное употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск развития сахарного диабета. Заболевание мозга, крови, а также способствует преждевременному старению. Углевод откладывается в коллагене кожи, уменьшая ее эластичность. Поэтому необходимо соблюдать во всем норму, и вы будете, несомненно, здоровы. Олег, а вот как ты считаешь, число 13 – это счастливое число или нет? Ну, ты знаешь, Айгуль, если не верить во все предрассудки и ко всему относиться иронично, то, думаю, что и число 13, и даже черный кот, который перебегает дорогу, это будет только везением. А знаешь, что верно, то верно, так и актеры Уральского драматического театра имени Островского также отнеслись иронично и сыграли интересный спектакль, который пользуется популярностью каждый год. Знаменитая комедия номер 13 была вновь сыграна актерами на сцене Уральского драматического театра имени Островского. Впервые же комедия была поставлена в 2006 году, и много лет этот спектакль был одним из самых кассовых спектаклей театра. Напомним, по пьесе английского драматурга Рэй Куни, помощник британского премьер-министра, дебатом в палате общин предпочитает уютный номер с видом на Биг Бен и компании полураздетой секретарши. Третий лишний здесь – грабитель, портит свидание и внезапно погибает от удара оконной створки. Политику теперь придется объяснить, почему он не на работе, а в гостиничном номере, да еще и с трупом. Режиссер же спектакля – лауреат национальной театральной премии Йенлик Гуль Оксана Малуша. Спектакль стал еще смешнее, динамичнее и актуальнее. И надеемся, что вновь и вновь нас будут радовать такие постановки. И, несомненно, яркая и превосходная игра актеров, которая восхищает зрителя с каждым годом все больше и больше. Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Ведь уже завтра наступит новое утро, мы обязательно встретимся здесь. Не переключайтесь, дорогие друзья, эфир продолжит наши коллеги. Всего вам доброго и до скорых встреч. Овен. Хорошая интуиция принесет успех в профессиональной деятельности и в бизнесе. Занятие духовными практиками расширит ваш кругозор. Телец. Старайтесь как можно меньше проявлять негативного отношения к семейным кругу и с возлюбленными. Темная полоса должна скоро пройти. Близнецы. Неблагоприятный день для вашего здоровья. Могут быть переломы, проблемы с зубами, опасные ситуации на работе. Рак. Взлет творческого настроения и повышение интуитивного понимания искусства улучшает настроение и принесут успех в профессиональной деятельности и в бизнесе. Львы. У вас проявится бесстрашие и готовность к резким действиям в экстремальных ситуациях. В это время вам легче всего одним махом разрубить давно мучившуюся проблему, мешающую легко и свободно жить. Дева. У вас, возможно, сегодня появится интерес к духовному самосовершенствованию. Появится более позитивный взгляд на жизнь. Прекрасная интуиция поможет в изучении передовых научных предметов. Весы. Для вас сегодня характерно вдохновение в артистической и музыкальной творческой деятельности. Хорошие идеи относительно профессиональных дел. Скорпион. Необходимо тщательно планировать стратегию и практику профессионального общения. Литературное творчество принесет необходимое вам удовлетворение. Стрелец. Сегодня лучше сдерживать свои эмоции в семье и с противоположным полом. Не перенапрягайтесь. Может быть, удача в продвижении денежных и профессиональных дел через контакты с публикой. Козерог. Хорошее время для постройки стратегических планов бизнеса и профессиональных дел. Научные занятия расширят ваш кругозор. Водолей. Прекрасное настроение в самочувствии внесут свой вклад в сознание, приятные обстановки и улучшение отношений в домашнем кругу и в аморных делах. Рыбы. Хорошее время для создания прочных взаимоотношений в любви и семейном кругу. Прекрасное самочувствие и настроение внесут свой вклад в решение профессиональных и совместных дел.